здравствуйте илья вот приехал я на очередную диагностику по кровли и так далее проконсультировать состояние несущих конструкции утепление обсудить вы кровлю когда сделали это в том году туда сезона стояла полный цикл вот какие нарекания вас что течет у них дымоходы вода вы мне говорили текут и по мелочам вы вырвало снего сдержание вырвало накладки ндовых по несущим конструкциям там есть вопрос текут водостоки вот отсюда я вижу не знаю вам видно вырванные сложила накладки ендовые декоративный секция снегсдержание не до вырвано здесь весь металл резали болгаркой при монтаже да так сейчас полезу я туда наверх посмотреть состояние дымоходов так надеюсь это выдержит все хозяйство так еще тут у нас здесь карнизная планка даже не опускается в желоб странно она как-то по себе живет или вы ее надо подлинеем вот мы не делаем так уже не отделываем лобовую часть я вам говорю что косой дождик сюда лупит и на фронтонах и водичка бегает добегает до стыка потом вообще струйка стекает сверху желобов ладно сейчас пойду нам наверх здесь надо сказать что заказчик уже сам пытался посмотрел мастер-классы на ютюбе пытался утка ну кстати конверт получился у него и говорит уже перестал хоть один дымоход течь вот ну приятно человека сам пробует тут конечно штабу надо лучше ровно подрезать вот а вот эти два дымохода этот и вот тот текут залез я за дымоход вот заказчик сделал временную пленку потому что ну протечки прям вода шпарит по дымоход ведь вот эту планку справа слева такая же была сзади прикручена вот и получается металлочерепица рифленая и под планку вода шла буквально под дымоход и все протекало поэтому он сейчас принял такие меры вот закрыл пленкой и загнал пленку под конек также по такому принципу надо делать и металл вот здесь уже заказчик начал ведь лист металла вставил но уже хотя бы не течет туда вода по дымоход ведь оббегает вот так же и здесь это дымоход также течет вот видите ребят это накладка яндовой сверху декоративная мы ее не используем сейчас раньше использовал потом есть такая тема вот это побочный эффект заворачивает ее снегом этот сезон простояла зиму ведь ее снегом видимо сошел глыбой саморезы срезала там с мясом прямо в металле дырки это их используют как бы для чего мастера где металлочерепица неровно обрезана ендовая вот эти планки позволяют как бы задекорировать эту вещь она как бы красивенько с улицы там обходишь все вроде просматривается и вон там на на том доме видите вот но бывает то что плохо закреплена снегом и их срывает это побочный эффект так ну что поднялся я на второй этаж на мансарду вернее вот посмотреть оценить состояние вот но то что мне бросилось глаза как делали стропильную систему понятно что она как бы не сложно здесь двускатная единственная сложность то что смещенный конек вот здесь балка коньковая одна и потом вот вторая здесь как бы видите ступенька на крыше ну заказчики я спрашиваю говоря зачем вам внутри помещения вот эти балки они же временные ну да временные ну а смысл тогда в как в коньковой балке что они подпирают я понять не могу вот а я думаю что скорее всего строители использовали коньковую балку для того чтобы на нее устанавливать стропила быстренько сколачивать их даже не они не торцевали стропила просто бензопилой подровняли и все и так это все и производилось подпорки стоят держат коньковую балку но их все равно же нужно разбирать поэтому чтобы убирать эти подпорки стойки надо усиливать еще сделать ригель спаренный помощнее шпильки ставить значит здесь используется по одной шпильки с десятки надо ну хотя бы 12 14 и ригеля заменить на 50 на 150 помощнее и спаренный сделать вот не еще еще у меня есть вопрос здесь стропильная система сделана таким образом здесь вынос от стен сделан за счет балок 100 на 200 в они выдвинуты туда от стены и на них устанавливается стропила на каждый и так каждая стропила но грубейшая ошибка надо здесь ставить на каждой это стойку чтобы сделать жесткий треугольник в этом месте здесь обязательно на каждой балке должна быть стойка либо есть риск что это клюнет все вниз вот здесь вот эти подпорки только держат но они имитируют как бы стены помещения контуры будущих комнат они просто как бы декоративную несут нагрузку вот обязательно в общем усилить стойками вот в этой области и усилить ригелями вот такие рекомендации вот ну еще вот утепление разобрал заказчик здесь были полы утеплены крыша теку текут все домоходы видите даже следы видно здесь вот и здесь нам намок весь утеплитель в общем решено его разобрать ну тоже вот как вот это место утеплить ну хотя бы от торцевать обрезать здесь все эти щели надо демпфер ставить уплотнитель пролет шестиметровый здесь до доска 550 такая вибрация идет перемычки надо обязательно два ряда здесь сделать это заметить заметно разгрузить вот такие ошибки которые можно исправить можно исправить есть еще много мелочей но вот советуют уделить внимание этим вещам здравствуйте дорогие друзья я приехал на очередную диагностику на осмотр крыши на данный момент заказчик приостановил кровельные работы которые в принципе подходят концу же пора оплаты вот вызвали у него сомнения некоторые моменты уже были представители здесь дилеров которые ему продали эту керамическую черепицу значит но и вызвал как бы меня сегодня суда чтобы я ему доложил свое видение ситуации ведь и такой интересный проект казалось бы но сразу я заказчику обозначил проблемное место это между двух стен вот видите там так называемый снеговой карман заказчики знает это уже проблему понял но говорит сразу мы влюбляемся внешне в проект в картинку а потом естественно уже узнаем о деталях как правило вот эти узлы требует нестандартного решения несколько степеней страховки далее есть здесь полукруглая кровля такой над козырьком участок небольшой и вот здесь тоже застопорились работы потому что тоже заказчик спрашивают как там быть я говорю естественно этот узел полукруглый требуется тонколистный металлом сделать крашеным специалист по пальцевой кровли нужен и вот полукруглый полукруглый карнизик это тоже нужно обойти иначе ребята не осилит я уже вижу отсюда вот вижу желоб контру уклон наклонен сюда это пока внешне сейчас пойдем внутрь так вот поднялись мы на второй этаж значит керамическая черепица у нас небра это нельском черепица довольно таки у нас крупная по размерам по размерам приходилось работать нам с ней так сейчас что здесь сказали можно посмотреть лесов вот я вылез на леса как раз вот это узкое место ведь и стану с основной крыши будет наваливаться снег это так называемая снеговая пробка и вот здесь будет этот снег ведь и упираться в стену большой глыбой лежать большой глыбой лежать там как раз либо нужно ставить там обогрев кровли греющий кабель либо заказчику постоянно там вылазить в критический момент счищать эти глыбу и так далее скажем так керамическая черепица не ахти какой надежный материал кровельные скажем она красивая природный материал но керамическую черепицу рекомендую делать на кровли чем проще тем лучше без да можно делать ендовы и всякие аркера но вот этот узел конечно вот таких вот но вот таких узлов нужно избегать так а что здесь вот видите карнизные свесы сделаны таким образом здесь где-то сантиметров я замерял 12 вот гидроизоляции это непрактично через лет пять это вся гидроизоляция растрепыхается от ультрафиолета от ветра превратиться в ничто ведь черепицы в кровлю мы делаем тем более такой дорогой материал с керамикой как минимум на лет 25 как минимум а вот этот узел он уже придет негодность через пять лет это раз это надо переделывать водостоки тоже надо переделывать видите крюк стоит как бы барьером для кровли его сметет снегом ну это не не только здесь это также и в этих местах водосточную систему нужно переделывать видите она выставлена как бы преградой для кровли сходящая глыба будет их сминать их надо крюки устанавливать таким образом если проводить пунктир кровли они находились либо на уровне либо чуть ниже там на сантиметр значит линии кровли но это везде и с той стороны также утепление изнутри говорят выполнено но видите видно там утеплителя я не вижу по стенам утеплителя нет так что-то тут торчит это не везде ведь и здесь что-то какой-то утеплитель наложен тут пустота вижу в этих дырках там утеплителя нет тут что-то торчит но в общем по утеплению хотя внешне и изнутри все пароизоляции уже проклеена изнутри я посмотреть не могу и уже как говорят что готовы делать подшивку тоже нюанс видите снег уже туда за этот ленту примыкания наваливается но это заказчик приостановил здесь еще идет металлическая планка примыкание так и залез я на такие леса сейчас посмотрим и с внешней стороны вот я вылез интересно посмотреть сейчас принципе понятно фартуки я вижу оклады если желобок конденсата здесь установили ребята или нет ну что смотрите я черепичку одну высунул здесь все плохо ведь капельный конденсата просто номинально сюда поставлен гидроизоляционный фартук окна есть но видите вот белая гидроизоляция вот этот желобок конденсата должен быть ниже на 10 сантиметров соединен вот этот соединять гидроизоляционный фартук окна и белую гидроизоляцию и он должен закреплен быть под углом для того чтобы конденсата либо какая-то водичка которая спускается под окно как бы это страховочный упирался в этот желобок конденсата и отбрасывал водичку ставили его сюда номинально даже не закрепили это грубая ошибка сейчас значит тогда будем все внимательнее смотреть здесь на кровле досконально это вот и представьте на вопрос если кто-то спросит с проверяющих допустим внизу есть там желобок конденсата установлен то есть как бы фактически отвечать можно до установлен но это же просто никуда не не годится но я поднялся на самую верхнюю мансарду это видимо шахта вентиляции видите которая наверное несет двойную функцию опорного столба на который вся шатровая кровля или вальма складывается вот и торчит там наверно будет кованый какой-нибудь колпак а вот так окна вот здесь уже есть поле зоны фартук это как бы имеется ввиду окна закончены если внизу не было фартука значит так утепления нету минус значит ребят грубейшее нарушение вот эту балку нельзя оголенно оставлять здесь вот видите вот это вот расстояние вот этот паз сюда будет гипсокартона либо отделка вставляться откос здесь полностью вот это расстояние сантиметров пять-семь должно быть полностью утепляться видите параллельсионный фартук на обрешетку на нельзя было саморезы открутить обрешетки но дел на пять минут просто на пять минут и значит пароизоляцию подсунуть под обрешетку ну качественно проклеить вот это тоже надо переделывать тоже сюда о он видите если там хоть ниже здесь желобок конденсата он желобок конденсата тоже неправильно здесь он вообще разрыв просто номинально его сюда всунули какая-то тряпка замерзшая вот та же самая история все с окнами понятно но такое ощущение там вот тоже заказчик говорил аргумент конька он поотлипал то ли его перегрели то ли какого-то он качество не соответствующее значит такое ощущение что not второй раз делают крышу это вот по инструкции на коньках черепица зарезана на прямых коньках вот с той стороны я видел это значит обрешетку взяли один размер и делали это неправильно но это как бы относится больше к эстетике итак небольшой итог сейчас доложу заказчику таком состоянии кровлю нельзя принимать значит что именно 8 окон мансардных полностью переборка по карнизам полностью по периметру крыши нужно переделать значит вскрыть два ряда черепицы переделать карнизный узел полностью вот и узел над где вот этот примыкание где снеговой карман тоже надо переделать либо фальцевым способом разобрать посмотреть под гидроизоляцию какой-то дополнительный страховочный слой но в общем надо уделить этому внимание вот полукруглый эркер тоже имеется вот фальцевым способом это надо сделать другим мастерам потому что эти работники точно его не потянут не сделают это и так это я посмотрел все что грубо говоря быстро можно посмотреть в моем доступе а так ендовые я бы посмотрел вскрыл как гидроизоляция там сделано и так на этом все ребят буду двигаться дальше на следующий объект поеду подписывайтесь на мой канал узнаете много интересного пришло время делиться моим опытом вот кто хочет заниматься профессионально кровли обязательно ставьте колокольчик